Всем привет! С вами Арсен Кипера. На страже всего актуального и интересного стоит наша новостная команда. Все для наших любимых и любознательных телезрителей. Это Russian Music Box и уже культовый News Box. Звезды тоже люди, как селебрити отрываются в клубах. Почему многие музыканты на празднике Холли предпочли находиться на сцене и не стали пачкаться в разноцветных красках. За что Буша Гоман поблагодарил своих друзей. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске News Box. Спеть в модном клубе для артиста обычное дело. Правда, в ночных заведениях звезды не только зарабатывают, но и тратят свои гонорары. Причем подчас оставленная в клубе сумма превышает заработанную. Наша съемочная группа застала артистов в естественной среде обитания. Когда все, что от них требуется, это лишь расслабиться и отрываться по полной программе. Кое-кто так и поступил, а некоторые, недолго покрасовавшись, покинули злачное место. Кто и как отдыхает в клубах, расскажем вам через секунду. Работа работой, а отрыв по расписанию. Ни для кого не секрет, что звезды российского шоу-бизнеса завсегдаты ночных заведений. Как говорится, служба обязывает. Поэтому проводить досуг в клубах селебрити не особо любят. Но если все же заносит нелегкое, то к делу подходит со всей ответственностью. Я буду выпивать, буду крепко выпивать. Потом здесь будет дискотека «Авария». Это же вообще легенда российского шоу-бизнеса. Клевые ребята, мы с ними знакомы. Поэтому я... Они, правда, не бухают. Вот, по-моему, да. Так сложно у них все с этим. Они еще старше меня просто. Прет, нас прет от этого. Прет, разрывает меня. Держи меня. Опрет ветеранов отечественной сцены по одной простой причине. Они сегодня выступают на открытии очередного модного клуба. И если Андрей Гайдулян ребят решил поддержать отвязными танцами, то Саша Текилы на танцпол не вышел. Все дело в особом отношении к новым местам. Мне нравятся те места, где меня знают хорошо. Именно не типа там узнают, а знают, что я люблю, где я люблю сидеть, во сколько и так далее. За такой сервис не жалко и стандартных 10% на чай. Благо, с заработком у наших артистов все в порядке. В заведениях за раз могут прогулять месячную зарплату какого-нибудь успешного топ-менеджера. Ну, 500 тысяч бывало. Ну, за границей могло быть и больше. Настя Крайнова такими суммами не разбрасывается. Правда, певица и по клубам-то не особо часто ходит. Настя девушка в отношениях, так что ей не гоже тусоваться в злачных заведениях. Для меня самая лучшая тусовка – это дома позвать друзей, поиграть в скрабл, поиграть в мафию, поиграть в покер, покорить кальян, который я делаю очень крутой, покруче любого заведения, выпить вина или попить пиво. Так или иначе, но в клубы звезды все же наведываются. И не важно, по работе или просто расслабиться. Главное, что в эти моменты они ближе к своим поклонникам. Когда наш корреспондент только собиралась на это мероприятие, то она и представить себе не могла, что там ее ждет. После она призналась, что праздник красок Холли способен сотворить просто удивительные вещи с любым, кто попадает на его территорию. Как не выйти сухим из воды или правила выживания на фестивале Холли, прямо сейчас вам расскажет Ксения Цедра. На фестивале красок Холли не протолкнуться. В первые же секунды гости мероприятия чувствуют на себе, что значит красочное безумие. Красочное безумие – это еще мягко сказано. Люди заходят сюда нормальными, а выходят серо-буромалиновыми в крапинку. Я здесь впервые, поэтому предлагаю план действий для новичков. Ну, во-первых, подберите одежду, которую не жалко испачкать, хоть организаторы и уверяют, что краска отстирывается. Во-вторых, укройте волосы, потому что они тоже могут запросто испачкаться. И вперед за новыми впечатлениями. Но как только вы попадете внутрь, пощады не будет. Под звуки песен музыкантов народ с радостью сам окрашивает себя во все цвета радуги. Если вы хотели прийти сюда и остаться незамеченным, то у вас это вряд ли получится. Но выйти сухим из воды все равно, походу, не удастся. Вот он, красочный фестиваль Холли. И пока народ гулял, со сцены для них выступали популярные артисты. Какие хитрые, забрались повыше и в краски пачкаться не хотят. Но я не хочу пачкаться, я вроде как бы так вся яркая, и вот пачкаться мне как-то не очень хочется. Нет, нет, я бы не хотела, почему? Потому что у нас еще выход на сцену, поэтому я надеюсь, что испачкаться мне не удастся. Но не все музыканты решили в этот день не рисковать. Кое-кто из них все же рассмотрел возможность стать полноценным участником красочного фестиваля. Хотели бы быть в краске, и возможно мы и будем в краске, поэтому подождите немножечко, я пойду сейчас отдавать автографы друзьям молодежи. Я думаю, что меня там закидают конкретно. Сейчас будем жарить живое выступление и будем очевидно в краске. Ну а тех, кто не захотел пачкаться в краске, мы тоже прекрасно понимаем. Но в следующий раз знайте, что краска-то отмоется, а вот впечатления от фестиваля останутся на всю жизнь. Благодарность – одно из тех великих чувств, которые может испытывать человек. А уметь его проявлять, к сожалению, оказывается под силу далеко не многим. Но популярный музыкальный исполнитель Буша Гоман не просто благодарен миру за все, что у него есть, но и посвятил этому целый концерт. О том, как прошло светлое выступление, узнаете прямо сейчас. День благодарения от Буша Гомана. Популярный исполнитель совсем недавно предстал перед слушателями со своей новой программой «Благодарность». Потому что у меня есть очень много сфер, за что благодарить Бога. Понимаете, у меня в жизни очень много чудес, за которых стоит сам Бог. В этот вечер на концерт Буша Гоману свою благодарность пришли выразить и другие артисты. Многие из них тоже пели на сцене. Такие сюрпризы пришлись очень по душе зрителям. Артур Бест мой друг, Валентина Бирюкова, Ксенона, это Ксения Бузина, значит, Мирабова Марьям, Самвел Барданьян, Ульяна Синецкая. Это все мои друзья, с которыми мы были в проекте «Голос». Сегодня мы с Русланом и с Эдингом выходили на эту прекрасную сцену. У нас новый коллектив создался, который называется «Цыганский барон». Это мой коллектив, мы параллельно работаем с группой «Корни». Почти три часа длился концерт, и слушатели никак не хотели отпускать артистов со сцены. Однако, рано или поздно, но это пришлось делать. А это значит, что Буш и Гоман теперь снова будет готовиться к следующему своему большому сольному концерту. А каков будет новый посыл артиста, мы узнаем уже совсем скоро. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Арсен Кипера. Будьте всегда на стороне оптимизма и чаще делайте добрые дела. Пока! Субтитры подогнал «Симон»